Эти и другие откровения губернатора на встрече с депутатами Законодательного собрания. Страховка жизни или имущества и ОСАГО у вас в кармане. Сколько нужно доплатить, чтобы исполнить свою гражданскую обязанность? Солнечная и сухая погода. Это не сегодня и не завтра. Когда? Ответ у синоптиков в наших новостях. На телеканале Ника Плюс время новостей. В студии Дмитрий Николаев. Здравствуйте. Сегодня пресс-секретарь главы Карелии распространила сообщение в связи с арестами депутата Петросовета Ольги Залецкой и директора Ленторга Александры Корниловой. В нем сообщается, что органы исполнительной власти не вправе вмешиваться в деятельность правоохранительных органов. Сам же губернатор на встрече с депутатами Законодательного собрания, отвечая на вопрос о содержании заключенных и судьбе двух малолетних детей Ольги Залецкой, заявил, что ситуация под контролем. Даже тот же Ходорковский, отсидевший длительное время в Карелии, и он претензий к содержанию и к проживанию не имел. Что касается нашего с вами участия, я вчера приглашал к себе уполномоченную по правам ребенка, попросил, чтобы она занялась ситуацией, которая сегодня будируется определенными оппозиционными СМИ. И посмотрела там и условия содержания, и детские все эти вопросы, она безусловно сейчас возьмет на контроль и все это посмотрит. Встреча главы Карелии с депутатами Законодательного собрания длилась сегодня более двух часов, и завершилась она, как и полагается, 1 апреля шуткой. На просьбу отпустить главу Карелии на следующую встречу кто-то из парламентариев заметил – до 2017 года не отпустим. Хотя, возможно, депутаты и не шутили. О чем беседовали избранники и губернатор, расскажет Марина Кабатюк. Это первая в этом году встреча представителей исполнительной и законодательной власти в стенах парламента. И первый вопрос касался уборки Петрозаводска. Примечательно, что его задали депутаты от Яблока. На сегодняшний день существуют организационные проблемы между администрацией, заказчиком и ГУПРК «Мост». На сегодняшний день за три месяца предприятие не получило ни копейки. Получается, январь, февраль, марш. Я правильно понимаю, что вот эта вот ситуация, как это можно полифицировать? Как преступное бездействие может быть? Александр Петрович? Убирать нужно. К сожалению, великому констатирую, как говорят гулять, я тоже иногда гуляю по улицам. Помню случай, в день города в прошлом году, идя пешком по улице Ленина, вот Ленина 19 вниз на место проведения праздника, перешагивал через мусорные кучи по улице Ленина. Это был июнь месяц. Поэтому давайте сейчас весну переживем, уберут город, мы заставим это сделать. Пригрозив санкциями и воздействием, перешли к проблеме мусора в более глобальном понимании. Министр строительства рассказал о перспективах строительства мусороперерабатывающего завода в Петрозаводске. Депутатов заверили, инвестор уже есть. Это питерская компания ресурсосбережения. Я его держу на крючке уже два года, этого инвестора. Можно съездить на объект в Санкт-Петербурге. Это сегодня один из немногих объектов Российской Федерации, образцово-показательный. Инвестор с реальными деньгами, с реально реализованным аналогичным проектом в Санкт-Петербурге. Поэтому, слава богу, что он заходит к нам в Карелию и не отказался. Еще одна проблема – зарплаты бюджетников. Народные избранники рассказали, что в Сегеже работников культуры лишили надбавок, а младший обслуживающий персонал в детских садах сокращают. Не так давно в Сегежском районе прошло совещание с представителями работников дошкольных образовательных учреждений, где глава администрации района позволил себе кинуть следующую реплику. Мне не важно, как и чем вы будете кормить своих детей. Как выяснилось, не все категории бюджетников попали в майские указы президента, а потому не было индексации их зарплат. С проблемой обещали разобраться. Еще одно обещание касалось пригородных железнодорожных перевозок. Так электричка Ким Медгора летом должна вернуться в расписание. Марина Кабатюк, Александр Борисов, телеканал Ника+. Аварийные лифты застряли в безденежье. В Петрозаводске приостановлена программа по замене лифтов. Причем у некоторых из них срок эксплуатации истек уже 10 лет назад. Жильцы многоэтажек, среди которых пожилые, инвалиды из семьи с детьми, рискуют не просто застрять в аварийном лифте, но и остаться вообще без него. В администрации заявили, в бюджете денег на замену нет. Лифты у нас постоянно. Какие-то проблемы с ними. Потому что они очень старые и, соответственно, нуждаются в замене. Сегодня лифт со скрипом, но работает. Часто Анна, мама двоих детей, поднимается на восьмой этаж пешком. Несколько раз за день. С 15 килограммами на руках это не просто фитнес. Серьезная силовая тренировка. Правда, вынужденная. Особенно жалко инвалидов, которым больше 80 лет. А госпитализация вообще это лонсенс. Потому что, во-первых, больных надо будет вынести на руках или на носилках. В пассажирском вообще невозможно. А грузовой лифт очень часто стоит. Аварийную службу жильцы вызывают каждый день. Нормативный срок эксплуатации лифта истек 10 лет назад. Ремонтники уже не знают, где взять детали. Но главное, небезопасно. Поэтому в администрации Петрозаводска разработали программу по обновлению лифтов. Выделили деньги. 26 из 47 успели заменить. Но потом деньги закончились. А неисправные лифты остались. И их грозятся отключить, чего раньше в Петрозаводске не было. Уже наступил крайний предел износа данных лифтов. Люди свою долю софинансирования 30%. Это миллион 400 тысяч почти собрали. Мы собираем с 2013 года. Еще должна софинансировать администрация в размере 3,5 миллионов. В некоторых домах работы уже начались. И подрядчик опасается, что не сможет получить деньги. Где-то уже произведены работы. Где-то работы еще на сегодняшний день по замене производятся. Однако, так как программа приостановлена, то неизвестно, будучи каким образом собственники будут рассчитываться за выполненные работы. Куда пропали заложенные на программу деньги, в администрации нам не ответили. Взяли неделю на раздумья и формулировку ответа. Жильцам мэр Галина Ширшина пообещала, что 8 апреля скажет, как будем выруливать с программой. Это цитата. Речи о ее закрытии не идет. Хоть и страшно, но мы решили прокатиться на аварийном лифте. Заодно попробовали вызвать диспетчера, чтобы получить инструкцию, как действовать, если вдруг авария. Жильцы дома говорят, можно и час в лифте просидеть. Нам повезло, и мы прокатились на лифте без происшествий. Правда, связаться с диспетчером и узнать, как часто останавливается лифт, у нас не получилось. Представить, что будут делать люди, когда в июле останутся совсем без лифта, нам очень сложно. Юлия Кучеренко, Иван Медведев, телеканал Ника+. Семь раз отлей, ни разу не заплати. Петрозаводчанин умудрился обокрасть одну и ту же автозаправку семь раз за год. Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинение в отношении 35-летнего жителя города, совершавшего хищение бензина. По материалам дела, обвиняемый в прошлом году не менее семи раз приезжал на одну из автозаправок, работавшую по системе «сначала заправься, потом заплати». Заправлял свой автомобиль, после чего, не оплатив стоимость топлива, скрывался с места преступления. Ущерб составил около 10 тысяч рублей. По статье «Кража» ему грозит до двух лет лишения свободы. Автолюбители устали от действий страховщиков Петрозаводска, переходящих любые рамки писанных и неписанных законов, или говоря языком Александра Лычагина, от беспредела. С 12 апреля цена полиса «Осага» вырастет на 40%. Однако представители отдельных страховых компаний решили не дожидаться официального роста цен на услугу и пытаются собрать побольше с автолюбителей уже сегодня. Уже через две недели полис «Осага» станет дороже на 40%. Вместо привычных – 3600 рублей. Горожанам придется платить за страховку около 6000. Однако страховые компании не стали дожидаться 12 числа. По словам городских автолюбителей, страховщики внезапно перестали выдавать полисы по старым ценам. Якобы нет бланков. В итоге в ход пошел целый набор сравнительно честных способов отъема денег у населения. Например, автолюбителю Леониду сразу в нескольких компаниях обещали выдать желанный полис лишь при одном условии – если он приобретет у фирмы что-нибудь еще. Сейчас они отрицают, но до этого они пытались навязать. То есть к «Осага» еще плюс страховка жизни или имущество, то есть на выбор. То есть суммы назывались примерно 1800 рублей. Это плюс? Да, плюс к страховке «Осага». И тогда договор будет заключен. Вместе с нашим героем мы отправились в одну из страховых фирм, чтобы записать отказ в выдаче полиса на видеокамеру и будто бы попали на территорию совсем другого государства, где российские законы о СМИ и об информации не действуют. Видео можно выключить. Есть съемки, здесь не разрешено, еще раз повторяю. На каком основании здесь не разрешено съемки? Потому что это частный. Можно поговорить с вашим руководителем? Нет, с руководителем поговорить нельзя. Сергей Борисович сейчас занят. Сейчас, пожалуйста, вы погибте территории? Нет, мы не... Возможно, это видео будет интересно представителям прокуратуры. С помощью чоповцев, отказавшихся назвать свои имена и фамилии, сотрудники фирмы, выпроводили съемочную группу на улицу. Не нравится им, когда снимают, когда что-то плохие вещи. Ну, мало ли что им не нравится. Мне вот многое тоже не нравится. Тем не менее, после появления в офисе телевизионщиков, Леониду все же выдали страховой полис на прежних условиях. Бланки, которые закончились, вдруг чудесным образом нашлись. Другим автолюбителям повезло меньше. Социальные сети буквально разрываются от гневных сообщений. Полисы по привычным ценам больше не выдают. В управлении Федеральной антимонопольной службы прокомментировали эту не совсем здоровую ситуацию. Ситуация, конечно, нездоровая, вы правильно назвали. В принципе, могут вот здесь усматриваться в действиях страховых компаний нарушение части 1 статьи 10 федерального закона о защите и конкуренции. Это значит злоупотребление доминирующим положением. Но, опять же, страховая компания, исходя из названия статьи, страховая компания должна занимать доминирующее положение на рынке страховых услуг именно ОСАГО. То есть, вот здесь, опять же, с точки зрения привлечения к ответственности, наказывания, могут возникнуть проблемы. В настоящее время в Королевском УФАС находится на рассмотрении порядка 10 заявлений подобного рода. Сейчас специалистами как раз анализ рынка проводится. И если будет установлено наличие доминирующего положения, будут возбуждаться дела. Ну, соответственно, как следствие, привлекаться к ответственности страховые компании. Чтобы зафиксировать отказ в предоставлении услуги, автолюбителям придется заснять весь процесс на видео. К примеру, на камеру мобильного телефона. Снимать в клиентских центрах можно, без каких-либо разрешений. Закон о защите прав потребителей пока еще никто не отменял. Вооружившись доказательствами, обращайтесь в управление антимонопольной службы, в Национальный банк или напрямую в суд. Иметь на руках полис ОСАГО обязан каждый, кто находится за рулем. Автолюбители должны выполнять эту обязанность, возложенную на них государством. При этом защищать свои права и сражаться с автостраховщиками они вынуждены самостоятельно. Александр Лычагин, Евгений Евдокимов и Иван Медведев. Телеканал Ника+. Вы смотрите новости телеканала Ника+. Мы продолжаем наш выпуск. Надежда всего за миллион. На аукцион выставлены суда Клуба юных моряков. Руководство Республики планирует продать яхты Надежда Онега и учебно-тренировочное судно ГАЛФ. Как информирует деловая интернет-газета Вести Карелии, аукционы по продаже бывших учебно-тренировочных судов Петрозаводского Кюма назначены на 21 мая. Начальная цена на яхту Онега, которая была построена в 1955 году еще в Восточной Германии, определена в 587 тысяч рублей. На яхту Надежда 90-го года постройки 939 тысяч, а на судно ГАЛС, которое нуждается в ремонте, 292 тысяч рублей. Стоит отметить, что последние годы яхты находились в аренде у организации «Карельский корпус спасателей». Хорошая погода придет в Петрозаводск к концу следующей недели. Синоптики обещают потепление. От порывистого ветра и мокрого снега нас спасет скандинавский антициклон. После теплого марта такой апрель кажется зимним месяцем. За окном снег, на улице в лучшем случае плюс 6. Однако синоптики утверждают, в этом нет ничего странного и страшного. С карельским апрелем все в порядке. Для наших мест погода вполне обычная. Просто экстремально теплый март выступил контрастом. Апрель, наоборот, не бьет никаких температурных рекордов. Мы привыкли к теплу, забыв про то, что карельская весна весьма непредсказуема. Впрочем, теплые дни синоптики обещают совсем скоро. Тучи в Петрозаводске разгонят скандинавский антициклон. Небольшие изменения мы только увидели, наверное, к концу следующей недели. К 10-му, 11-му прогнозируется как будто бы установление уже области повышенного давления. Такой скандинавский антициклон к нам приходит. И поэтому там погода, конечно, будет более солнечная и сухая. И температура, естественно, повысится до 6-11 градусов. На этой неделе нас ждет облачная погода. Ночью снег или мокрый снег, переходящий на юге в небольшой дождь. И совершенно типичная для нашего апреля температура воздуха. От плюс 3 до минус 2 градусов ночью и до 6 градусов выше нуля днем. И напоследок, в день дурака, давайте хотя бы улыбнемся, забыв о проблемах и конфликтах. Наш сюжет об идеальном взаимодействии представительной и исполнительной властей Петрозаводска. Это вам нужны друзья? Друзья? Мне. Галя. Гена. Быстро дело делается, да не быстро сказка сказывается. Сегодня продолжим рассказывать о том, как преобразить дачный дом. Смотрите программу «Моя дача» сразу после небольшой рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...